Последние штрихи. Сквер на улице Кердищево в Петропавловске откроется уже на следующей неделе. Работы по благоустройству зоны отдыха в рамках федерального приоритетного проекта формирования комфортной городской среды велись несколько месяцев и сейчас подходит к своему завершению. Мы приступили к завершающей стадии реконструкции сквера на Кердищево. Проект очень интересный, большой, красивый. Сейчас жители микрорайона гуляют здесь уже с детками. Ну и, конечно, всем нравится. В течение вот этой недели будут завершены основные виды работ. Это будут установлены фонари, детские площадки будут окончательно собраны, лавочки. Ну, сквер, так сказать, уже преобразится на финальной своей стадии. За реализацией проекта следит абсолютно весь микрорайон. Все помогают, участвуют. Ну, конечно, очень красиво и интересно. Сквер на Кердищево построили буквально с нуля. Если раньше тут с трудом можно было пройти, то теперь он преобразился настолько, что и уходить не хочется. Новые скамейки, тротуар, фонари, которых раньше вообще не было, теперь радуют местных жителей. Площадка удобная. Ждали очень давно. Грязи не будет. Во-первых, и школа здесь, я так понимаю, детям. Тоже удобно ходить и в школу добираться. И тот микрорайон сюда пройти очень хорошо. И то, что сохранили еще и березки все, очень даже приятно, хорошо. С удовольствием мы здесь теперь проходим. Раньше приходилось идти по дороге, а теперь вот здесь идем. Большое спасибо. Но построить такой сквер мало. Сейчас главная задача заключается в том, чтобы сохранить его в таком же чистом и ухоженном состоянии. И за это теперь в ответе местные жители и гости зоны отдыха. Программа формирования комфортной городской среды, ее особенность в том, что это не просто какие-то федеральные деньги, выделенные для каких-то целей и решения просто там чиновниками каких-то задач. Это деньги, которые принадлежат жителям. И вот этот сквер, он принадлежит жителям этого микрорайона. Понимаете? И они являются собственниками этого сквера. И каким он будет, этот сквер в дальнейшем, зависит только от них. То есть вот подход, который, в принципе, у нас, к сожалению, есть, что вот сделали, а там вот они должны, они обязаны обслуживать, ну, наверное, в этом случае он не очень подойдет. На этом сквере установлены очень красивые лавочки, очень красивые фонари. Вы знаете, что в городе даже нигде близко такого нигде не было сделано. И, конечно, если жители микрорайона, которые здесь ходят, будут за ним следить, ну, так сказать, относиться с таким владенческим подходом к этому скверу, как к своей собственности, то, конечно, он сохранится очень долго и будет красивым. Работы по преображению сквера еще продолжаются, но все будет готово к концу недели. Стоит отметить, что на этом работа над зеленой территорией не закончится. И в следующем году здесь проведут комплексное благоустройство, в рамках которого установят клумбы. А местные жители будут сажать в них цветы и ухаживать за растениями. Напомним, что все желающие могут прийти на официальное открытие сквера 5 ноября в 12 часов дня. В честь этого для всех гостей подготовят большой праздник с творческой развлекательной программой. Поздравить всех приедет и глава города Виталий Иваненко. Подпишись на каналы МАЗ Медиа Ньюз в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.